Дорогие друзья, приглашаем принять участие в панорамной видеоэкскурсии по живописным уголкам Дельты-Рики-Дон, пройти ее водными и сухопутными дорогами, ознакомиться с природными и историческими достопримечательностями, растительным и животным миром. По Донской дельте, под эгидой Русского географического общества, мы совершим короткое путешествие вместе с участниками экспедиции Южного научного центра Российской академии наук. Приятного просмотра! Дельта-Дона – дивный уголок живой природы с десятками островов, сотнями километров речных протоков, утопающих в зеленом убранстве. Дельты крупных рек являются уникальными природно-историческими территориями. Их на Земле не так уж и много, но они имеют очень большое значение в жизни человечества. Широко известны, к примеру, дельты Нила, Дуная, Днепра, Волги, исторически притягивавшие к себе людей. Дельты служат своеобразными воротами на соединении речных и морских водных путей. Не является исключением и дельта-Дона, расположенная в юго-западной части Ростовской области, в районе впадения реки Дон в Таганрорский залив Азовского моря. Дельта характеризуется ландшафтным разнообразием, богатым растительным миром, большими запасами плесной воды, плодородными землями, прекрасными пастбищами и сенокосинцами. Длина дельты составляет 30 километров, а ширина более 22, а ее общая площадь 540 квадратных километров. На востоке дельты начинается в месте ответвления от современного глазного русла Дона узкого мелководного рукава «Мертвый гонец» в пределах города Ростова-на-Дону. Здесь у ее вершины расположен грандиозный Кумжинский мемориал, воздвигнутый в память о павших бойцах Красной Армии, освобождавших Ростов во время Великой Отечественной войны. А сейчас мы окажемся на одной из крайних западных точек Донской дельты, на оконечности живописного острова Джулька, активно размываемого морскими водами. В середине XX века, после зарегулирования Дона, сократился твердый сток реки и изменился фракционный состав водной взвеси. Доля речного алювия в дельтообразовании резко снизилась. В результате стали повсеместно фиксироваться деформации и размыв дельтовых островов. В настоящее время дельта Дона регулярно подвергается нагонным явлениям. Разрушаются берега, заиливаются протоки, деградируют почвенный покров береговой зоны. Нередко происходят нагоны с последующим оледенением. Здесь, в старинном хуторе Донском, мы можем наблюдать результаты действия речного стока, морских нагонов и волн от проходящих по судоходному Донскому рукаву судов. Регулярно в дельте Дона фиксируются и ветровые сгоны воды. Мы с вами находимся на участке мелководного рукава Мертвый Донец в период аномального декабрьского сгона воды. Здесь под воздействием ветра обнажилась внушительная часть речного переката, образованного отложениями, принесенными впадающим с правого берега ручьем балки Рябинина. Проще говоря, перед нами полностью пересохший от берега до берега протяженный участок Мертвого Донца. Поверхность его настолько нивелирована, что отчетливо не просматривается даже меженое русло. Дельта Дона представляет собой алювиально-морскую, слабо наклоненную в сторону моря равнину. Внешне она представляет собой заболоченную низину, пересеченную прерусловыми валами современных рукавов и многочисленными ериками. Количество ериков, проток, рукавов и их пустота увеличиваются по мере приближения к морю, а размеры островов уменьшаются. В пределах Дельты насчитывается 370 водотоков длиной до 10 км, а также десяток более протяженных малых рек и одна река, относящаяся по длине к категории средних и больших. Здесь также распространена сеть дренажных и других каналов, большое количество прудов. В центральной части Дельты расположены террасовые останцы, которые представляют надпойменную террасу, размытую, перекрытую современным алювием. Местами она выходит на дневную поверхность в виде возвышающихся над уровнем окружающей поймы элементов рельефа, песчаных холмов, дюм. Образование таких останцов связано с интенсивным поверхностным размывом отдельных участков первой надпойменной террасы, которые были расположены на пути сильных течений в период весенних разливов. Богатая историко-культурное наследие Донской дельты повествует о ее многодосячелетнем заселении. Несмотря на небольшую площадь, а дельта Дона в 56 раз меньше дельты Волги, по насыщенности культурно-историческими памятниками она, вероятно, превосходит дельты большинства других крупных рек России. Пределов дельты Дона и прилегающих земель известны памятники всех эпох, от Каменного века, Седой античности, Средневековья, до периода Донского казачества, революционных бурь, мировых войн и грандиозных строек 20-го столетия. На высоком берегу рукава Мертвый Донец в начале 3-го века до н.э. паспорские греки основали легендарный Танес, один из крупнейших античных эмпорий Северного Причерноморья. Здесь, на периферии Эллинского мира, на краю Айкумена, где Европа встречается с Азией, сливались важнейшие караванные и морские пути, соприкасались с цивилизацией античности и кочевых народов Великой Степи, происходило взаимопроникновение древних культур. Рядом с археологическим музеем-заповедником Танес расположен Донской военно-исторический музей, в экспозициях которого представлены массогабаритные макеты танков Второй мировой войны, автомобильные техники, макеты пушек и стрелкового оружия. Образцы исторической военной техники регулярно участвуют в реконструкциях событий Великой Отечественной войны. Здесь, в Дельтидо, на ее окрестностях, на полях легендарного Милсфронта, в годы войны происходили грандиозные сражения. Приглашаем вас на пару минут окунуться в атмосферу военно-исторической реконструкции «Прорыв Милсфронта», проведенный в минувшем году. «Прорыв Милсфронта» 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 и Криазонья. По-своему уникальны и живописны величественные памятники древности Курганы. К сожалению, на сегодняшний день их Дельтедона сохранилось немного, но оставшиеся по праву являются неотъемлемой частью ее природно-исторического ландшафта. Сегодня, в результате раскопок и строительных работ, многие Курганы Дельтедона исчезли. Увидеть, как выглядели Курганные захоронения изнутри, можно в экспозиции под открытым небом комплекса «Затерянный мир», расположенного выше подона, на окраине старинного хутора Пупикосского. Давайте посмотрим. Разнообразие водоемов, ландшафтов, почв, растительных сообществ обусловили многообразие животного мира Дельтедона. Особую ценность Дельта представляет как место гнездования большого количества водоплавающих и околоводных птиц, в том числе редких и нуждающихся в особой охране. Здесь встречается более 260 видов птиц. Через Дельту проходит один из основных миграционных путей пернатых, соединяющих северные и центральные районы России со Средиземноморьем, Центральной и Южной Африкой, другими регионами. Неудивительно, что весной и осенью в Дельтедона можно встретить большинство видов птиц нашей страны, а их количество исчисляется десятками и даже сотнями тысяч особей. Дельта имеет статус ключевой орнитологической территории национального значения и номинирована для включения в список в ход на полудрых угодья международного значения. Здесь, у восточной оконечности Дельтедона, наша панорамная видеоэкскурсия подходит к концу. Экспедиционные отряды отправляются дальше, вверх по течению Великой Российской реки. Как водится, продолжение следует. Продолжение следует...